привет мужики сегодня мы продолжаем бомбить грудяхи и сегодня будет спец тренировка для высоких и длинноруких парней потому что если у вас такая комплекция то ваша тренировка будет кардинально отличаться от того что вы привыкли видеть зале упражнения которые будут на вас работы совершенно будут отличаться других и начнем мы с вот таких вот простеньких упражнений конечно же в кавычках разогреть свои грудные и это отжимания на trx здесь ключевой фактор делать все очень плавно и аккуратненько потому что упражнение очень травмоопасно и порвать здесь плечи как раз плюнуть поэтому не опускаемся слишком низко на trx не пусть не заводим за корпус тела руки и очень медленно подконтрольно все делаем движение сводим руки впереди перед собой чтобы они дотронулись таким образом вы прожжете свои грудные я обещаю это будет очень круто это очень крутое упражнение локти выводим чуть-чуть в сторону не перед не возле корпуса а чуть-чуть в сторону чтобы напрягалось грудные они трицепсы после того как ребята мы разогрели свои грудные на trx а поверьте там они уже возможно многим покажется что уже нужно было бы закончить тренировку но эта тренировка у нас будет легкая так называемая легкая здесь мы стараемся делать от 15 до 20 повторений в каждом подходе не убивая свой организм до отказа не доводя свои мышцы до сумасшедшего отказа но в идеале если вы сможете добиться жжения это будет идеально в работающей мышце но повторюсь здесь будет необязательным и главное у нас 15-20 повторений минимум 12 в этой тренировке и хочу обратить ваше внимание если у вас длинные руки если вы высокий похоже на мою комплекцию да если вы тренируетесь натурально так же как я то не забудьте сделать перед этой тренировкой в начале не забудьте сделать приседания со штангой на 15-20 повторений где-то три подхода чтобы просто нагнать в кровь гормона роста которые выделяются при жжении ваших ног и только после этого переходите к этой тренировке если вы заметили то это не памповая тренировка и хочу еще раз с этом концентрировать ваше внимание потому что это очень прогрессивная тренировка это я бы не сказал что это супер новое упражнение но их я почему-то их никогда не видел в зале и сам я их делаю только один тренажерном зале но работают они очень и очень круто я вам обещаю после первой же тренировки вы по-новому взглянете на свои мышцы грудные вы увидите как они могут работать вы их почувствуете совершенно иначе у меня грудные начали болеть уже на тренировке я имею ввиду приятную рабочую боль приятное ощущение по работающей мышцы именно грудных а не рук и заметьте движения все здесь будут у вас базовые вы не изолируйте свои локти как вы это делаете на блоках как вы например привыкли делать на блоках до эпичная работая до невероятного пота на блоках здесь мы делаем немаленький вес чтобы сделать 15-20 повторений у вас вес все равно будет не маленьким будет приличный и работа здесь будет сделано очень очень большая работа потому что это базовое движение заметьте работает и плечо и локоть ключевым чтобы вы почувствовали это упражнение вы должны понять ключевые вещи первое это локоть по возможности у вас ходит не возле корпуса в движении а чуть-чуть вы отводите его от корпуса но не слишком сильно чтобы не травмировать свои плечи в идеале где-то 45 градусов от вашего корпуса можно 40 градусов можно даже 35 градусов но не меньше 30 градусов в отношении к вашему корпусу возможно на видео это не очень заметно но локти отведены сторону они не по над корпусом двигаться чтобы больше акцентрировать внимание на грудных здесь не супер я скажу удобно на этом тренажере делать возможно у вас зале есть другие тренажеры более удобные попробуйте там приспособиться к этому движению движение здесь мы направляем за середину центральной оси вашего тела то есть если вы поделите свое тело напополам центральная ось до проведете через середину грудных то рука вас должна заходить за эту ось за середину грудных максимально в сторону еще даже немножко можно поворачивать как видите как я делаю поворачивать немножко корпус да вы будете включать дополнительно пресс в этом нет ничего плохого это же отлично упражнение будет еще более базовым в базовых упражнениях всегда включается много мышечных рук что и заставляет ваши мышцы лучше расти дает им больше толчок к росту из-за того что это базовое движение и она получается более мощным это не работа на блоках изолированном стиле эта работа в мощном стиле но делать вы должны минимум 13 раз чтобы это не была тренировка на гипертрофию гликолитических мышечных волокон да здесь вы знаете что это да так вот тренировка очень и очень очень и очень крутая попробуйте и поехали дальше особенностях и нюансах не забывайте правильно дышать в процессе всех тренировок всех движений в данном случае вы должны как всегда выдыхать на самом сложном моменте упражнения на самой сложной фазе вы должны выдыхать особенно в этом движении это очень важно правильно дышать чтобы в момент когда у вас начальная фаза движения у вас легкие были полные воздуха таким образом вы будете растягивать грудную в начале с помощью того что в них просто много воздуха а когда вы выдавливаете вес тогда уже вы только выдыхаете таким образом это наиболее естественно работает ваша грудная клетка ее нужно расширять начальной фазе на вдохе почему я не делаю это движение двумя руками одновременно потому что первое я уже объяснил мы работаем за центральную ось а если будете сводить руки как обычно блоках вы будете сводить их две руки друг другу даже если заводить две руки и сразу же одновременно за ось есть такая тоже техника да это все равно будете так эффективно как если вы поработаете все одной рукой одной рукой легче концентрироваться на работающей мышцы одной рукой вы лучше налажите связь своей мышцы и лучше чувствуете поверьте это эффективно попробуйте я во многих упражнениях это практикую это классно работает так как мы строим эту тренировку здесь мы делим по три по три подхода в каждом на каждую часть грудной до вначале мы прорабатывали верхнюю часть грудных теперь мы делаем акцент на середину грудных то есть это другой тренажер да вы видите по три подхода на на каждую из них по три подхода на верхнюю часть по три подхода на середину и три подхода будет у нас впереди еще на нижнюю часть грудной мы делаем паузы минимальные между подходами но до полного восстановления вашего дыхания ребята пожалуйста обращайте внимание на то какие вы делаете паузы не нужно слишком интенсивно работать тренажерном зале не пытайтесь вложиться свою тренировку вложить в 50 минут как сейчас многие об этом говорят 45-50 минут ребята делайте нормальном темпе с нормальными отдыхами с нормальными паузами если будет тренировка у вас длится полтора часа абсолютно нормально длительность тренировки все у вас будет нормально расти все будет отлично просто постарайтесь начальную фазу такой тренировки вставить все самое основное а наконец оставить уже какие-то более легкие упражнения которыми вы просто будете дорабатывать то что вам нужно или какие-то мелкие группы мышц и так мы отдыхаем примерно между между каждыми подходами мы отдыхаем примерно минута полторы а то и две если надо то отдыхайте даже три но но по минимуму но восстанавливая дыхание после каждого подхода а после трех подходов когда мы меняем до другой свет когда мы приходим на другую часть грудной мышцы мы отдыхаем еще чуть дольше чтобы вообще полностью практически восстановиться то сделали три подхода наверх грудной отдохнули минуты четыре если надо и переходим к следующим трем подходом с минимальными пауза между ними на середину грудной и не доводим до отказа до отказа когда вы совсем уже не можете делать но вы вы стараетесь дойти до этой точки но не делайте за нее то есть сверх отказные движения не делайте дошли до отказа и остановитесь можете сделать небольшую паузу и сделать еще немножко доработать но не нужно делать слишком много повторных движений после отказа сейчас мы делаем акцент на низ грудной это очень я вам предлагаю классную альтернативу привычным блоком попробуйте здесь вы не так поднимаете высоко локти вверх как это делается на блоках да вы не нагинаетесь так вперед как это делается на блоках то есть вы сидите здесь и здесь чуть-чуть получается другая амплитуда движения но здесь более важно сводить руку за ось чтобы сокращать мышцу она очень хорошо работает очень атомично очень правильно работает и вы бережете свои плечи ребята вы бережете свои плечи и это очень круто не слишком заморачиваясь тем что вы сейчас не растягиваете грудную в этом упражнении так сильно как вы растягиваете на блоках растягивая слишком сильно грудную как на блоках и например делая разводки вы всегда очень сильно рискуете повредить свои плечи а наша задача быть здоровыми и чтобы плечи были целыми потому что это хрупкая часть вашего тела плечи там очень-очень все хрупко и травмировать плечи очень легко поверьте если вы хотите дополнительно растянуть в этот день свои грудные если вы почувствовали что после этих блоков ваша грудная не растянулась вы можете добавить еще пулловеры и подделать пулловеры порастягивать свою грудную порастягивать свою спину спины мышцы спины или повисеть на турнике это будет отличное растяжение и достаточно будет поверьте ребятки так же самое в этом упражнение это очень классно упражнение вот только нужно правильно выставить себе все углы здесь правильно настроить лавочку смотрите вы должны работать вы должны понимать что локтями вы сводите к той части грудной которую вы хотите проработать если у вас локти здесь будут ниже грудной то грудная у вас будет работать здесь недостаточно хорошо вам нужно сводить локти примерно на середину грудных может даже чуть чуть выше но не надо слишком высоко локти поднимать потому что тогда вы будете тоже под травмировать плечи здесь очень круто если вы будете делать небольшую паузу посередине когда вы сводите локти чуть-чуть задерживать если вы это не делаете это не ошибка считается просто лучше если вы будете делать маленькую паузу буквально на секундочку очень классно упражнение и опять же мы делаем на 15-20 повторений то есть примерно с весом 60 процентов от вашего максимума 55-70 процентов где-то вот такой примерно вы должны выставить вес главное главное как понять что вы сделали достаточно вы должны понять что 15-20 раз это должны быть вашим максимумом на этой тренировке но не сверх отказными и опять же здесь не заморачивайтесь тем что у вас не растягивается грудная в конце не нужно слишком сильно растягивать потому что с той позиции вы ваши плечи становятся очень уязвимыми когда вы растянули слишком грудную и потом здесь вес идет не очень маленький вес довольно большой идет это примерно 50 60 килограмм может быть на тренажере может даже больше может 45 смотрят смотря какой вы вес делаете да и когда вы слишком сильно раскроете сейчас грудную клетку и расправить слишком сильно растяните грудную вы можете повредить свои плечи поэтому я часто буду об этом видео говорить но ребята травматизм в зале очень часто встречается и я хочу чтобы об этом думали лучше понимали где каких упражнениях какие мышцы могут быть уязвимым вот джимах это ваши плечи на этом тренажере мы тоже сделаем примерно два три подхода и в принципе на этом ваша основная тренировка уже закончилась то есть это довольно все быстро происходит но в целом у нас получилось два подхода вначале на триксах потом на 9 подходов на блоках вы увидели то есть по 3 наверх 3 на середину 3 на низ и это уже это уже 11 подходов на грудные и еще мы сделали на баб бабочку на два подхода и прожали блином перед собой поверьте это классно работают упражнения когда вы начинаете когда вы толкуете перед собой блин и сжимаете его между рук вы силой сжимаете создаете нагрузку сами своими мышцами и выжимаете этот блин вы прожимаете свои грудные это классно работает и вот очень сильно их напрягает поверьте завершить вы можете вот такой вариацией блоков но это не очень большой вес потому что это упражнение может травмировать ваши плечи вы должны делать его очень аккуратненько и очень правильно это опять же мы делаем на акцент на верх грудных так ребята это принципе такая коротенькая тренировочка но она час-полтора может занять вашего времени надеюсь это было круто и полезно вам и если есть какие-то вопросы задавайте под видео или пишите мне в instagram я желаю вам крутых результатов ребята все пока а